День победы над фашистской Германией Главным местом празднования Дня Победы в городе Мэдисон, штат Вискантин, стал музей ветеранов, расположенный на Вест-Мифен-стрит. На праздник, устроенный активистами Ассоциации русского образования, собрались ветераны, блокадники, узники концлагерей, живущие в настоящий момент за границей. А также ветераны Второй мировой войны армии США, внесшие свой вклад в разгроме фашистов на Западном фронте. Это был праздник, который все равно участвовали и все равно contribуя в своем способе. Это не означает, что не было войны в соцсетях, что не было проблем, но это означает, что это были сообщества, которые работали вместе, которые были руководители. В этот день были зачитаны доклады о событиях 65-летней давности. Рассказы очевидцев, военные истории переданы родителями, дедушками и бабушками своим потомкам. Вскоре Одесса была осуждена, отружена. И для того, чтобы продолжить борьбу, я был зачитан партизанский отбор. Война – это страшная война. Это ужас. Ни одной семьи, по-моему, не осталось в стране, которая бы не затронула войну. У меня лично погиб отец. В России, когда вы видите, война – это зло. Все надо делать, что войны не было. В России, в России, в Европе, в Европе, в Европе. Война – это страшная вещь. И я от всей души желаю вот и своей дочери, моим внукам и правнуку, чтобы он никогда не знал, что такое война. Ну, то, что его родную сестру, мою тетю Фруму под Мариуполем с детьми закопали, живем, это вы слышали, я повторяться не буду. И мой родной дядя, папин брат, Лев Морисович Коновалов, погиб под Ленинградом. Был из авиационного завода, был мобилизован. Только и шалон прошел, разбомбили, и все, и даже боя не участвовали. Мой дедушка остался. И он пошел в войну, он был комиссар и умер. Он воевал, наверное, в 5 или 6 войне. И потом не пришел назад, моя бабушка. И я стараюсь найти информацию про его, но даже ни одного списка про его не было. Мой дед, он был на поступках Ленинграда командиром танка, и в одну из атак в танк попала бомба, поэтому он был комиссован с ранением головы. Сейчас их уже нет, но в доме осталась, естественно, память. 9 мая мы всегда их вспоминаем. И выпиваем за них на колбасе. На празднике звучали стихи о войне. Музыканты, учащиеся в школе русского языка и культуры, исполнили песни и музыку тех лет. Нина, я была медсестрой. Ведь это самое прекрасное. Спасать жизнь человеку, который борется за нас, защищает нас от коварного врага. Родись с такой гордостью, с какой идет твой папа на смерть. Не каждому доверено умирать за Родину. Татьяна, мы вас поздравляем с Днем Победы. Спасибо. Огромное вам спасибо за то, что вы организовали сегодняшнее мероприятие. Скажите, пожалуйста, для чего, по вашему мнению, такие мероприятия нужны? Как вы пришли к этой идее и какое вы считаете будущее этого начинания? Спасибо. Ну, к этой идее мы пришли для того, чтобы почтить память погибших людей, которые отдали свою жизнь. Помнить о тех, которые воевали, которые до сих пор еще остались живы и с русской стороны, и с американской. И таким образом, чтобы у людей возникло доверие, взаимопонимание и дружба. Действительно, в первый раз мы действительно поняли, что на самом деле происходило. Сколько людей отдали за это своей жизни. И насколько этот союз между американцами и российскими солдатами на самом деле помог выиграть эту войну. Чтобы люди объединялись, чтобы американцы больше знали о русских людях. И чтобы русские люди как бы больше внедрялись в американскую общину. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»